Девушки отдыхают Под крыло баула переходят многие приморские коммерсанты, а его охрана состоит из нескольких сотен боевиков-спортсменов. Среди охранников и будущий мэр Владивостока Владимир Николаев. Было трое. Николаев, Глотов, Дейкин. Они занимались раскачиванием своих мышц, безусловно, в конечном результате. Они очень выглядели довольно-таки весомо, исходя из своего веса. И, безусловно, их назвали Винни-Пухи. Фронт работ Николаева – вымогательство и импорт автомобилей. За жестокость Володю даже в преступной среде быстро стали считать беспредельщиком. Что я даже в страшном сне даже не мог представить, что это все имеет отношение, может иметь какое-то отношение ко мне. Владимир Викторович Николаев, 1973 года рождения. Рост 180-190 сантиметров. Особых примет нет. Статус – лидер формирования. Клички Винни-Пух, Вова-Колбасник, Анаболитик, Анаболик, Колбасник, Пух. Ох, как тяжело. Ё-о-о. Конкуренты злоевы. Как хочу дать вам пизды. Непонятно почему. Я лечу, лечу, лечу. Ё-бля-ть. Ни один вор не защищен от этого. И хотел бы, чтобы деньги, вот в данном случае, сыграли обратную реакцию. Чтобы... В сердцах, в сердцах. А теперь поклад еще несут гроб на руках. Девушки, рыдая, раскраснели все в слезах. И оркестр знает свое дело на шмурах. Под пизг играет. Карпа убили в 1998 году. Чуть позже на его вдове женился нынешний губернатор Приморья Сергей Дарькин. По странному стечению обстоятельств, именно Дарькин был распорядителем на похоронах и Сергея Баула. Владимир Путин дает указания о декриминализации Дальнего Востока. Это самое главное для всех уровней власти и управления. Но мало кто знает, что на восточных границах нашей страны с организованной преступностью практически покончено. Дорогие друзья, уважаемые приморцы, наступает самый любимый семейный и долгожданный праздник – Новый год. Сейчас каждый подводит итоги года для себя, своей семьи. Субтитры создавал DimaTorzok